Сегодня же под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам развития промышленности в регионах и ускорения освоения прямых иностранных инвестиций. В ходе поезда главы государства Кыркалпакстана и области был введен в строй целый ряд предприятий и представлены проекты по организации новых производств. Кроме того, рабочей группой во главе с заместителем премьер-министра разрабатываются дополнительные проекты для регионов, отстающих в промышленном развитии. Особое внимание при этом уделяется размещению мощностей на площадях, имеющих необходимую инфраструктуру. На совещании, проводимое в этом направлении работа, рассмотрено на примере Андижанской области. Отмечалось, что промышленность в этом регионе нуждается в диверсификации, завязанной на двух отраслях – автомобилестроения и текстильном производстве. На эти сферы приходится почти 60% занятых в региональной промышленности, а также 83% производимой продукции. Низок уровень промышленного развития Босского, Благбашинского, Избасканского, Кургантыпинского, Мархаматского, Пахтабадского, Джалалкудугского, Балыкчинского и Улугнорского районов. В этой густонаселенной области, где каждую пять земли необходимо использовать рационально, на 98 государственных объектах пустует 90 гектаров земельных участков и 163 тысячи квадратных метров зданий, имеющих доступ к необходимой инфраструктуре. В соответствии с данными президентом поручениями по эффективному использованию таких зданий и площадей организации на их базе предприятий с рабочими местами диверсификации промышленности в районах Антижанской области сформировано 236 новых проектов со сроком реализации до 2022 года. Они наряду с предыдущими предусматривают создание в течение следующих трех лет почти 41 тысячи постоянных рабочих мест и освоение прямых иностранных инвестиций в размере 1 миллиарда 87 миллионов долларов. Их реализация позволит диверсифицировать областную промышленность и увеличить объем производства в индустрии строительных материалов, в электротехнике, кожевино-обувной и химической промышленности, пищевой отрасли. Значительно вырастет промышленный потенциал районов, сократится разрыв между ними. На совещании поручено разработать отраслевые графики с конкретным определением мероприятий и сроков реализации каждого проекта, а также разместить промышленные мощности, отдав приоритет пустующим государственным объектам. Указана также необходимость правильного распределения мощности и доставки электроэнергии к новым проектам. Даны также рекомендации по определению конкретных финансовых источников их реализации и по привлечению иностранных кредитных линий. Глава государства отметил, что для развития промышленности и предприимательства в Ферганской области будет создан специальный инвестиционный фонд, который будет не выделять кредиты, а участвовать в проектах в качестве бизнес-партнера. Особое внимание будет уделяться проектам, создающим новые рабочие места и производящим экспортоориентированную продукцию. По предварительным расчетам, эти усилия позволят создать по 10 тысяч новых рабочих мест в Андижанской, Ферганской и Номанганской областях. Отмечена также целесообразность развития системы предоставления проектам малого бизнеса без налоговых микрокредитов. Ответственным лицам даны указания по развитию услуг микрофинансирования на основе международного опыта. Отдельное внимание на совещание уделено вопросам учета государственных и негосударственных объектов, пустующих и неиспользуемых эффективно, организаций на их базе предприятий и создания новых рабочих мест. На совещании заслушаны предложения Кабинета министров о важных задачах, стоящих перед министерствами и их акимиатами. На видеоселекторе в разрезе отраслей и регионов обсуждено состояние проводимой работы по привлечению прямых иностранных инвестиций, соблюдению сроков освоения средств и реализации проектов. Субтитры создавал DimaTorzok